смотрите какая у нас зима к нам пришла так было тепло еще в начале декабря сегодня уже 15 декабря у нас зима вроде вчера потаивал снежок а вот ночью и пять днем до сих пор идет все в снегу никита сегодня не был в школе а сейчас мы вместе с никита едем к моим родителям в гости там должны прийти наши соседи друзья тоже поснимаю немножко сначала заедем в русский магазин купим торт все дороги в снегу но центральные трассы должны быть расчищены ехали мы к русскому магазину снаружи вот так покажу как он выглядит потому что она там снимать не особо не разрешают нужно наверно так ну так киев евромаркет называется русский магазин здесь такая небольшая витрина где торты продают рулеты маковые конфеты вот птичье молоко пирожное картошка есть ну да я сама умею делать я люблю вот этот торт он такой кремовый и желеобразный медовый есть наполеон тоже какой никита возьмем есть такие огромные коробки конфет какой-то хочешь выбрали вот этот тортик белочка называется я конечно хотела тот кремовый но никита вроде не захотел не кремовый вернее желейный я люблю те желейные у них такая прослойка очень вкусная очень ну вот взяли белочку что я еще взяла ну хурмы немножко сезон хурмы уже скоро закончится вот милка тоже белый шоколад никита любит бананка тоже он любит этот шоколад и киндер иногда ему берем вот сегодня взяли такой киндер чебурашка посмотрим что за чебурашка там будет да никит так вот русский спакен есть газета на русском языке тут различные новости о работе вот риэлторы и на майорова русский риэлтор здесь вот трак компании покупка продажи недвижимости такие газеты они в каждом городе америки продают принято перед крисмосом но перед некоторыми праздниками от хэллоуин я показывала всегда американцы так наряжают свою территорию возле дома перед крисмосом тоже все это ночью горит что-то шевелится еще раз всем привет я в кадре приехала уже к родителям никитку завела так все там сумки занесли торт занесли вот папина машина стоит снегу но он сегодня никуда не выезжал и и не чистил там тоже еще люди никуда не ездили наверное не поедут сегодня что у нас четверг день сейчас где-то пол второго да еще никого нету никто еще не пришел к ним в гости сейчас должны будут подходить соседи а вон вроде они идут уже немножко покажу комплекс снегу весь но кстати дороги хорошие я ехала дороге почистили все хорошо а вот вроде мило тоже едет тоже наш первый гость я снимаю машина не захочет сниматься ну так все снегу а да нет тут же не не чье-то место куда хочешь туда встаешь так ну я тебя снимаю твоих еще нету да еще не перешли вот и мама подарки в студию хочу красивая подушка нет вам марте продается а я увидела ну-ка ну-ка вот смотрите вот так вот я такую хотела себе положи да сейчас сейчас да вот так короче в одну сторону делаешь она такая вся золотая становится и прям прямиком я кстати это где-то видела на ютюбе уже а вот так в другую сторону делаешь да да а или это а вот вот так вот и я захватил такую классно я думал видала нарвалась думаю надо взять интересно потом вам под диван похоже такая я думал оно будет и там их много много сколько она стоит девять девяносто четыре без такса в общем десять с копейками одна так вот мама стол такой красивый накрыла яички с икрой тарталетки с салатом вот это кстати очень вкусный салат там гранаты ма гранаты вот это чё там лук майонез лук и майонез и гранаты такая вкуснятина это вообще я за ларису извиняюсь ее с утра машину могут убороли да жалко на душу это звонят со школы лёня рвет тошнит мутит короче в общем она поехала с ним врачу подарки все машине но если говорить ничего серьезного слюни нету говори на такого что мало тортики вкусные и вот такая вот роза у мамы есть шикарная она всем нравится зима на улице но завтра вечером родители уезжают на гавайи так что они там отдохнут погреются им будет классно первый раз мама с папой едут со своими друзьями на 5 дней на гавайские острова еще гости пришли это вот милые родители пришли в гости я вас порогу на память запечатлеть в одном дворе все живут никита стесняется стесняется это же вера тетя вера но уже мальчик уже не девочка девушка тринадцать да он как мой сын да и у меня Денису тринадцать в апреле будет четырнадцать ого какой ты большой а у меня только недавно Денис спрашивал а сколько же Никите лет а я двенадцать говорю точно я опять тебе уже тринадцать кукла оборуджи на память красиво хотя бы ты сказала что снимаешь так это самый цинус когда никто не видит что их снимают да здесь Наташи торты просто такие вкусные это я попадаю второй раз под такое уже всё уже есть вчера нас пригласил это тоже в Брату рассчитывал на 20 человек а мы пришли только двое ну говорит не уйдейте пока что не боится в холодильнике а то все порастаются надо какой то один запас держать подожди ты че уже наготовишь свое блюдо подобраться? а еще одно блюдо сейчас брюшки я буду ослушать пацаны еще есть один такой же у вас есть есть деду вот мы с тобой думаем да а мы удобно такой есть 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 вот вот здесь запасного все нормально все нормально можно Никита чтоб ты чуть давай ты сюда прям наложишь Никита вот такая у нас вкуснятина в тарелочках там вот еще оливье фунчоза яичко с икрой тарталетка с гранатом приятного аппетита Никит спасибо так плов еще есть да и тебе наложить или папа не мне пока не надо папа у нас плов приготовил такой казан большой ух ты ничего себе ты полный казан а что так много а он так это я ж думал еще Лариса придет потом еще это вечер в рюкзаке придут да ну да ну тогда в принципе нормально да еще веки наложи еще тут ага значит этот казан здесь в Америке купили в этом в русском магазине дашь купили да 80 долларов да 80 долларов такое казанище стоит вот классно с чем ты делал какое мясо мясо здесь баранина еще одни гости запоздалые пришли привет привет здравствуйте а это и хобби бедня спасибо что приехала мы думали уже это да приедешь раздевай спасибо лариса приехала что доктор то сказал о здрасьте вам о здрасьте здрасьте да все хорошо она тоже духи да кого ты говоришь узбеков да Леня руками я говорю Леня как это ты узбеков или кто там руками едят ладошки дядь Миша рассказывала а ну да у нас же в Средней Азии ладошкой едят ну да я же говорю я знаю что кто ты ест а кто не помню да прям вот так вот и набирают да и вот так вот такие красивые лампы вот эта гелевая лава лэмп а лава лэмп а лава лэмп так вот это тоже соляная лампа вот эта мне нравится такая осечка гималайская сумма а да гималайская сумма а это на батарейке да наверное да вот эта ну у меня тоже вот такая есть только у меня там розовая гель и тортик уже разломали ополовинили да такой красивый да красивый да это вот Верана тёчка украшала этот торт бегай а вера пекла да Юня на тарелку вот так уже все ха-ха-ха-ха ха-ха-ха 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 ха-ха-ха-ха получилось камера, да? все уже едем домой посидели хорошо у родителей наелись напились так Пугачёва у нас играет надо потише чтобы Ютуб нас не заблокировал ох зима какая мороз мороз ужасный конечно вот посмотрим в этом году сколько у нас будет зима продолжаться каждый год у нас по-разному спрашивают постоянно у меня как у нас зимой но всю зиму конечно не будет вот может быть декабрь месяц январь вроде обещают должен быть потеплее фух так хорошо посидели с гостями все все поехали там Лариса еще не уехала вот сегодня уже Лариса была в гостях ее утром стукнули прямо на перекрестке стояла на светофоре и говорит девочка молодая 16 лет за рулем и прямо в нее взад въехала что я тоже боюсь вот этих аварий зимой вообще я не люблю зиму вот этот снег ездить центральные улицы расчищены но вот такие улицы все в снегу и самое страшное чего я боюсь когда даже улицы расчищены вот сейчас если мы едем домой сейчас пол пятого пятый час шестой мороз и вот эти расчищены улицы могут покрыться айсроуд здесь называется вот эта ледяная корка ой это самое страшное я один раз кстати попала несколько лет назад в аварию когда была вот эта айсроуд машину сильно ведет но сейчас другая у меня машина здесь колеса хорошие четыре колеса ведущих она конечно очень хорошо тормозит но все равно все равно лучше избегать еще немножко хотела рассказать сейчас вот сидели они рассказывали один случай здесь печальный в спагене парень ну как парень ему уже где-то около 30 лет у него семья говорят двое детей он работает работал медбратом в клинике очень много русских туда ходит и кстати мои родители его знают я не знаю его не видела никогда мама с папой его знают он говорит всегда звонил там насчет что-то абойтментов насчет лекарств всегда им там что-то сообщал ну знают они его хорошо вот он работал в клинике клиника такая по доходу куда люди ходят с низким доходом или многие пенсионеры туда ходят и у него случилась анефризма кто знает это как я поняла что-то сосуды в голове лопнули и он в тяжелом состоянии его перевезли в Сиэтл в Сиэтл сделали операцию вот он в Сиэтле сейчас находится уже говорят хотели отключить от аппарата врачи но там я не знаю как вроде жена там родственники все уговаривали что еще чуть-чуть подождать его вроде не отключили он пришел в себя но как бы уже там все клетки мозга вот это я точно не знаю знаете это нужно конечно по эту про эту анефризму почитать на интернете ну вроде это уже очень опасное тяжелое заболевание неизвестно там выживет он не выживет ну так все переживали родители тоже говорят так жалко молодой парень 30 лет да вот так это бывает его Павел Павел зовут очень жаре ну все ладно буду уже на этом видео заканчивать все всем пока всем хорошего дня хорошей зимы да Никит пока 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 неизвестно я